Модное слово сейчас скажу. Называется оно микрозелень. И обычно, когда это слово появляется, вам сразу озвучивают ценник где-нибудь в магазине. Вот приобретить очень полезно. А мы другая программа. Мы вам говорим микрозелень. Сами можете её сделать. Анна Рассинина сейчас расскажет, как её вырастили в домашних условиях и насколько это сложно. Доброе утро. Доброе утро. Это же очень модное явление. Все говорят, что это так дико полезно. Там столько микроэлементов. И вот вообще так это всем надо. Это что, так легко реально? Можно себя просто дома вырастить? Цель каждого семени какая? Добраться до... Солнца. И? Воды. И воздуха. И земли. А, ну земля. И как только оно его видит, я вас уверяю, что это только окутано... Сейчас же мы всё любим окутывать чем-то, какой-то тайной, загадкой. В общем, семена, вода, земля или даже не земля. И всё на самом деле будет хорошо. Никакой сложности, чтобы мы начали прямо составлять себе список. Как это? Как то? И пятое, и десятое? Конечно, нюансы небольшие есть. И я вам скажу, что я вообще ни разу это не выращивала, потому что я... Эксперт пришёл на камеру. Я расскажу, как вам надо это делать, но сама ни разу не делала. И буду пробовать вместе с вами, потому что всё же бывает первый раз. И я больше такой товарищ, я не кайфую пока от процесса. Я всё жду, когда это начнётся. И уже всем так обещаю, уже лет так 5-6, что я вот семечко, и вот это всё. Ну как-то я люблю, чтобы уже, знаете, чтобы уже куст, и уже его посадил, и красиво. Вот это мне больше доставляет удовольствие. Но всё же начинается с чего? Любое растение начинается с процесса выращивания семени. Вот я, это моё терапевтическое задание для себя самой. Что делать, Анна? Что делать? Как сделать так, чтобы микрозелень была, выросла? С чего начинаем? Вообще основные моменты, конечно, очень просты, так же, как и выращивание любого растения. Нам нужен какой-нибудь субстрат, какой-нибудь контейнер и какие-нибудь семена. Вот здесь начинается... Субстрат – это земля. Да, начинается главное. Во-первых, любое семечко, у нас тут всякие есть сегодня друзья, всякие свёколки и прочее. Серьёзно? Морковка. Морковки, что тут ещё есть всякие? Крис-салатик, смеси и так далее, да? Это точно микрозелень? Конечно, потому что мы не должны доращивать её до... Большого состояния. Да, а большое состояние – это когда сколько? Как вы считаете? 20. Когда слишком много? Так, значит, начнём с главного. Семя лежит, оно ждёт чего? Когда ему станет хорошо. Вот ты тут стоишь, и оно там лежит и ждёт. Конечно. Оно почему не прорастает там? Почему? Потому что ему не хватает влажности и тепла. Как только появляется влажность и тепло, оно начинает прорастать, и из семени первым делом выходит кто? Кто там? Сосед? За роды. Дурь из него выходит. Дурь. Первым делом из него выходит корень, потому что нечего распускать, извините, листочки, пока корня у тебя в земле нет. Ну, естественно, да, понятно. Понятно. Вот. И первым делом выходят те запасы, которые есть в самом семени. Это семидольные листья. Ну, может быть, один их, может быть, два. Это вот такие друзья у огурца, я думаю, или у тыквы. Даже, наверное, Катерина видела, как прорастает тыква. К сожалению. Приходится иногда. И эти листья, они, как правило, такие кругленькие, ну, простенькие, обычные листочки. После этого начинают выходить настоящие листья. Так вот, микрозелень – это то состояние, когда семечко пробуждает пару семидольных листьев или один листочек, и потом хотя бы две-три пары настоящих. И все. И главное вовремя остановиться. В общем, это такое килежство, я бы сказала, да? Мы не даем ему быстренько. Но самое главное в том, что все питательные вещества, которые были в семени, они в этом зарудыше находятся. Поэтому так полезно это есть. Так вот. Вы знаете, что вы едите детенышей зелени? О, не надо. Началось, началось. Мы сейчас уже про вот этих поговорили. Так вот. Земля пока не насыпается. Да. Что говорить о земле? Говорить о ней можно много, потому что сейчас, попадая в магазин, я думаю, что вы видите иногда вот эту кучу всяческих разных субстратов. Тут главная цель, чтобы в этом субстрате ничего не заплеснилило. Плесня вела, как правильно сказать, да? В общем, чтобы это не покрылось плесенью, потому что употреблять в пищу такое нельзя. И помимо обычной земли, которая может быть, ну что такое обычная земля? Это может быть торф, это может быть смесь торфа и песка, может быть вообще песок. На самом деле даже не важно, в чем оно толком будет расти. Единственное, не брать, конечно, огромное количество удобрений. Сейчас же мы все хотим, чтобы было быстрее, поверьте мне, с ними и так все будет очень быстро. Верим. Можно взять кокосовый субстрат, прекрасная вещица в брикете, которую можно размочить, так прикольно, в ведро кладешь, утром встаешь, у тебя целое ведро земли. Ой, это вообще такое... У меня вчера было... Мой муж решил, что... Интересные вещи забавляют. Он решил, что это какой-то кекс. Он говорит, дорогая. Я говорю, нет, все нормально, расслабься. Все нормально, я не буду готовить. Вот так вот. В общем, мы вот это дело насыпаем. Некоторые рекомендуют, значит, насыпайте половину контейнера, но мы же должны думать о том, как нам потом удобно будет это собирать. А мы же должны это просто чик. Ну да. И если мы насыпем половину, а оно вот так вырастет, вам будет крайне неудобно. Неудобно туда залить. Тут, конечно, так для красоты вот это все сегодня вот это присутствует, потому что у нас есть замечательные пластиковые контейнеры 3 копейки цена. Правда? Угу. Ну, и можно туда все это дело наполнить. Вот мы так, когда насыпаем... А сколько толщины нужно, чтобы это микроделень? На самом деле толщины можно и совсем и не нужно. Совсем чуть-чуть можно тонкой? Можно совсем чуть-чуть, и даже сейчас продают специальные наборы для микрозелени, которые, ну, как бы, тра-та-та-та, да? Опять же, идея. Ну, конечно, как упаковать все это дело. И там может быть вообще такой тоненький войлок, буквально сантиметрового размера. Цель его простая. Просто держать влагу. Как альтернатива, это может быть вот это. Мы сейчас будем использовать это? Но проблемка... Ну, это можно в альтернативу вот этого использовать. Вот так положили, воды налили. А, вместо вообще торфа и песка? Да. Но в чем подвох? Подвох в том, что если здесь есть отверстие, все это дышит, и мы можем это контролировать, то, конечно, вот такое устройство, которое, ну, как бы, дешево и сердит, но может в нем подпредь. И это, конечно, сложность, потому что, если вам всего 2-4 дня надо выращивать, вы ускакали на работу, прискакали, там уже, ох, весь букет у вас цветет. Конечно, плесень это не есть хорошо. Поэтому такой вариант возможен, но лучше бы тогда какую-нибудь там сеточку, или, ну, это делается просто так, да, намочили, посеяли сверху, если вы проветриваете, если вы, например, дома имеете возможность находиться и следить за этим делом, то, конечно, все будет хорошо. И так тоже можно. Но как-то мы привыкли, что земля, горшочек, и трава. ритуал уже нужен. Прекрасно. Ритуал. Так вот, если мы вот так наполнили, наполнили, некоторые, некоторые, они что делают? Они ничего не уплотняют. Это очень плохо, это очень нехорошо. Надо обязательно уплотнить, чтобы они там никуда... Так воздух же должен там быть. Зачем уплотнять? Земелька, знаете ли, и без вас сама себе сообразит воздух. У них же есть огромное количество... Как же она сама себя не переложила в горшок? Действительно, это упущенница. Так вот, мы должны... Вот это претензия вообще. Уровень питения. Я представляю, какая напитанная новыми свежими идеями от вас ухожу. Все время, прямо даже не знаю. Так, вода, обычная, питьевая. Сейчас, мы что-нибудь... Сочините, Катерина, что-нибудь про воду, что какая она должна быть. Да, конечно, обычная вода. Я могу с вами поделиться, у меня есть любимая цитата от моей любимой писательницы. Мне кажется, она отражает вот это вот создание легенд вокруг всего. Уродство жизни без флера очарования. Вот этот флер очарования, он нам нужен, иначе жизнь будет уродлива. Поэтому я буду писать, у меня есть блокнот для таких чудес. Айрис Мёрток. Он не пуст, надеюсь. Блокнот. Он как? Ой, нет, что вы, там уже стерпит бумажка. Так вот, мы это дело увлажнили, и теперь еще одна премудрость, которая вроде как простая, но знаете, я тут сталкиваюсь в последнее время со многими людьми, кто только вот открыл глаза и понял, что можно что-то вырастить. Они такие смешные, они ни черта не понимают. И так, а как это, а как то, так весело, правда. Я такой уже, давай, да. Так вот, конечно, если вы вдруг затеяли горох, вы его вырастите чуть побольше, потому что, ну, ему надо успеть все это сделать, его, конечно, чуть-чуть подуплотнить можно. И можно маленечко потом сверху еще земли насыпать. Но если у вас какие-нибудь малышата, кстати, томаты мы не сеем, да? надо просто на поверхность положить, и все. тут проще некуда. Мне кажется, уже проще, только... Вихрь, вихрь. Открыл проветрить, и семена подхватили. Посмотрите, как вы на интуитивном уровне ухватили все. Проветрить, вот это тоже архиважно. Потому что, если мы, например, вот это вот, что это, кто это? Крест-салат, это самое прекрасное, что может быть. Ну, так, насыпаем. Никакое расстояние между посадками соблюдать не надо, как мы делаем во всяких морковках. Мы это насыпаем густенько, потому что нам же надо что? Чтобы сразу нарезал, и... Много было, да, да. Вообще, это должен быть целый конвейер. Если вы пристраститесь, это будет прямо... Каждый день подсеивайте. По сути говоря, так и есть. Как быстро это вырастет? Ну, для того, чтобы уже можно было срезать, в зависимости от культуры, это где-то... 3-4 минуты подойдет? Катерина, активизируемся. Агроном подошел. Так вот, это будет, ну, в пределах 5 дней точно. 5 дней ждать. То есть, можно себе дома завести ритуал раз в неделю, например, ее сеять и собирать урожай. Нет, так надо... Подождите, нет, надо типа понедельник, вторник, четверг, пятница. Тут подписать, и каждые 5 дней цикл. Да. Ждем вас через 5 дней с урожаем. Да, я думаю, что я вот этого всего дела насею, мне интересно со мной попробовать, что получится. Я еще хотела сказать, что вот что, что вот что. У меня же еще сегодня вот такой с собой дружок. Влажность и проветривание. Пускай у вас тоже появится, дружок влажности, проветривание, и появится микрозелень. И вот этим вы закроете и будете проветривать время от времени, потому что обязательно сверху этого должен быть какой-нибудь пакетик для прорастания. Так что пишите, звоните, что у кого, как получится, и как получится у меня. Будем делиться урожаем микрозелень, будем витаминизироваться абсолютно доступно, быстро и просто, если у вас есть нужные знания. Автор этих знаний Анна Рассинина.